Хауди-хо, друзья! Практически каждый день у меня спрашивают в группе Хауди, а выгодно ли сегодня становиться программистом? Я слышал, что их сейчас миллионы и конкуренция слишком высока, чтобы через неё пробиться. В пример, мне приводят юристов, что люди идут тоннами учиться на юристов, а потом работают в ресторане, так как не выдерживают конкуренцию. И знаете что? Я уже устал отвечать на такие вопросы, и поэтому просто запишу ролик на эту тему, где постараюсь максимально понятно объяснить суть этой темы. Сходу хочется сказать то, что мне крайне жаль тех людей, которые обращались к таким вот специалистам-юристам, которые не выдержали конкуренцию. Я вообще никогда не понимал тех людей, которые выбирают какую-либо профессию, исходя из того, чтобы в кавычках в будущем жить хорошо. В такие моменты мне хочется найти ближайшую стену и биться об неё головой. Жить хорошо вы вообще не сможете, если не преуспеете в своей сфере деятельности. А чтобы в ней преуспеть, нужно это дело любить. Нужно любить то, чем вы занимаетесь, чтобы даже на выходных хотелось бежать на работу, а не сидеть дома. Ведь зачем заставлять рыбу лезть на дерево? Я, конечно, всё понимаю, и даже то, что мой посыл применим далеко не ко всем людям, но это моё личное мнение на этот счёт, и не ждите в этом вопросе от меня тотальной объективности. Здесь на самом деле всё очень просто. Если вы любите своё дело, значит вы в нём разбираетесь так, как никто другой. А значит вы специалист. А значит, конкуренции вы не боитесь. Кто один из самых известных веб-дизайнеров на просторах СНГ? Правильно, это Артемий Лебедев. А кто один из самых известных веб-программистов на просторах СНГ? Тоже правильно, это Дмитрий Катеров. А кто один из самых известных в мире фронтенд-разработчиков? Это Виталий Фридман. Знаете, почему я перечислил сейчас всех этих людей? Просто потому, что они все звёздный отряд мира веб-программирования. О них знают миллионы. Трудно найти веб-разработчика, который бы не слышал хотя бы об одном из них. Таким же должны стать и вы. Вы должны стремиться стать лучшим. И чтобы это сделать, вы должны обожать то, чем занимаетесь. Не выбирайте сферу, отталкиваясь от выгоды или ещё чего-то такого. Но выбирайте ту сферу, которая захлестнёт вас полностью. Как-то давно я сказал в группе, что программист – это диагноз. Программирование должно стать вашей болезнью. Днём и ночью вы должны думать только о коде, ни о чём больше. Вот только тогда и только тогда вы настигнете истинный успех. И само собой, никакая конкуренция тогда вам будет не страшна. Вы элементарно перестанете об этом думать. А что касается того, что рынок сегодня переполнен и кадры больше не нужны, то это попросту абсурд. Суперджоб, Хедхантер, Ворк Юэй, Айти Джобай, Индид, Доу – всё это сайты с вакансиями в самых разных городах и странах мира. Элементарно, согласно Бюро статистики труда США, в 2018 году будет недостача в программистах, составляющая более чем 1,4 миллиона человек. И это только в Соединённых Штатах. В России также присутствует сильная недостача в программистах и по сей день. Но не путайте фрилансы и обычный рынок труда – это достаточно разные вещи. На фрилансе нужно отличаться высоким рейтингом и быть отличным специалистом, чтобы брать заказы и их выполнять. Но на обычном рынке труда востребованы даже новички. Я знаю очень большое количество людей, которые только-только выучили программирование, затратив на это буквально полгода или даже меньше, и уже пошли работать на какую-нибудь оплачиваемую должность в качестве стажёра. И этот спрос будет только расти ещё очень много лет. Просто потому что сейчас автоматизируется абсолютно всё. Век технологий только начинает своё существование. Поэтому смело становитесь программистами и старайтесь стать истинным специалистом. В любом случае для вас найдётся место в какой-нибудь известной IT-компании. А если вы станете, к примеру, крутым Python или PHP-разработчиком, так и вообще добро пожаловать в Wargaming, Яндекс, Google, Mail.ru, ВКонтакте, Facebook и тому подобным топовым компаниям мира. И не бойтесь, если у вас что-то не получится. В любом случае, цельтесь в луну, и даже если промахнётесь, останетесь среди звёзд. А на этом всё. Я сказал всё, что хотел. Добро пожаловать в комментарии. У микрофона был Хауди Хо. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас. И, конечно же, удачи вам в выборе профессии, своей мечты и становлении специалистом своего дела.